Здравствуйте! Телевизионная информационная служба Лиманского района приветствует вас. В студии Наталья Привалова. В этом выпуске мы расскажем вам о важных событиях в районе и области. Во всех учебных заведениях Одесской области усилят меры безопасности из-за массового отравления школьников в трех украинских городах. Соответствующее поручение дал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Как сообщает пресс-служба ОГА, в целях недопущения массового отравления детей будут задействованы дополнительные подразделения национальной полиции Украины. По словам губернатора, главная задача сегодня – сделать невозможным повторение таких ситуаций в Одесской области. Призываю все районы и города максимально ответственно отнестись к вопросам безопасности детей, подчеркнул Максим Степанов. Рекомендуется также ограничить доступ на территории учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Кроме того, будет усилен контроль по недопущению принесения подозрительных предметов, которые могут представлять угрозы здоровью и жизни детей. Напомним, случаи отравления школьников неизвестным веществом были зафиксированы в Черкассах, Николаеве и Харькове. В конце мая прозвенели последние звонки в школах, а в детских садиках прошли выпускные. Многие сегодняшние дошколята уже в сентябре вступят в новую жизнь и станут школьниками. Наши корреспонденты побывали на первом выпускном в жизни юных воспитанников детского сада села Першатравневая. 59 детей-воспитанников Першатравневого детского садика пойдут 1 сентября в школу. Сегодня они прощаются с одним из этапов своей жизни. Нарядные и красивые ребята пришли на выпускной. Танцы, стихи и песни – все это будущие школьники подготовили вместе со своими воспитателями. Выпускные проходили на протяжении трех дней. На праздник к малышам приезжали разные гости, среди которых главы сельсовета в Визирке и Першатравневого, Александр Токменинов и Валерий Стоилаки. Я смотрю, как танцевали дети с сзади, и смотрю, как в глаза родителей улыбки, переживания у дедушек, бабушек. У некоторых даже слезы накатываются. Знаете, очень так трогательно. Что у нас есть в жизни самые лучшие – это дети. Дети взрослые, дети маленькие. Это наши дети, это наше будущее. Я хочу, чтобы они были всегда влоги и счастливы, чтобы мы только не радовались. А вам сегодня, я хочу пожелать, самое главное утепление, выдержки, потому что эта красота идет первый глаз. Слова напутствия будущим школьникам подготовила и заведующая детским садом Ярослава Житник. Как швидко плине час, начи вчора ваші батьки привели вас в первый раз в дитячий садочок. Вы были таки боягузливы, таки неумивы, таки несміливы, плаксивы. Але за цей час перебування в дитячому садочку вы стали, вы выросли дуже гарними. Подивіться, які у нас сьогодні красини і красуні. Сьогодні ми провожаємо вас на другу сходинку шкільного життя, де на вас чекають нові відкриття, нові друзі, нові знання, нові вчителі і багато-багато ще неупізнанного. Конечно же, праздники, тем более детские, не проходят без подарков. И выпускникам першотравневого садика компания «ТИС» вместе с депутатами Одесского областного и Лиманского районного советов Олегом и Виталием Кутателадзе подготовила школьные наборы. У этого детского учреждения много друзей, которые ему регулярно помогают. Вот і сегодня, в честь праздника, для детей был подарен холодильник, которого им очень не хватало. Подарок передали от фермерських хозяйств района их руководители Александр Иванов і Евгений Бабалык. Вже, як би майже сказали всі слова, подяки і колективу, і побажань дітям з тим, що вони вступають перші кроки в доросле життя, в своє майбутнє доросле життя і бажаємо їм, дітям, а також батькам і терпіння, і натхнення, і здоров'я, і миру. А ми, як гості запрошені на це свято, від себе, від фермірів даруємо холодильник дитячому садку, для того, щоб ці дітки, які залишаються в подальшому тут, могли харчуватись більш-менш нормально, і щоб вас було забезпечення в цьому плані. Хочеться також побажати їм всього найкращого, щоб перед ними відкрилися всі двері, нові шляхи, щоб в них не було ніяких перепон. Окремо хочеться подякувати працівникам дитячого садочку за те, що цей дитячий садочок, як ми вже коли заходили, спілкувалися між собою, і, напевно, є одним з найкращих в нашому районі. Дякую вам дуже велике за таку роботу. В настоящее время задача номер один будущей Візірської об'єдненій громады, куди входить село Першатравневе, є создання нормальних условій жизни, начиная від дитячих садів і закінчяє созданням нових рабочих мест, подчеркиває депутат Лиманського райсовета Віталій Кутателадзе. Ми столкнулися з проблемою того, що лучші спеціалісти уїжджають за границю. Хочеться б немножко ситуацію эту повернути в обратну сторону. Пусть лучші спеціалісти залишаються у нас. Але для того, щоб вони остались, а, їх потрібно вырастити, б, їх потрібно заинтересувати, щоб вони були тут. Для цього потрібно обеспечити не тільки рабочі міста, потрібно ще обеспечити їм нормальні условії проживання і нахождення на території нашої об'єдненій громады. Тому ми видим в цьому цілю, щоб люди могли розуміти, що вони сьогодні тут і завтра тут, і вони обеспечені, і вони спокійні, їм не потрібно нікуди їхати. Вони піднимають свою економіку, свою країну, і вони тут, вони патриоти. Широко, з подарками, поздравлениями і праздничним концертом отметили День села Мещанка в Лиманському районі. Подробніше о праздниці расскажуть наші корреспонденти. День села в Мещанке отметили традиційно на Троїцу. На берегу Малого, Аджалыкського лимана, в живописному місці расположилося село Мещанка. Всего-то центральна улица і 100 домов. Але живуть здесь дружелюбні і роботящі люди, що позволяє говорити о жителях Мещанки як об одній більшій сім'є. «Здесь все друг друга знають, і, конечно, День села проводят по-домашнему», розказав нам фермер Евгений Бабалык. Чем отличаются такі маленькі поселки від більших сел? Все друг друга знають, і все вот зараз, наверное, ви зможете це засняти, поміщаються за одним більшим столом, все приносять, хто що може, сидять, общаються по-сімейному». Евгений Бабалык і його сім'я многие годи займаються растеневодством на землях сел Мещанка і Новая Ольшанка. Ще при житні його отця, руководителя сельхозпредприятий, фермера, мецената Филиппа Никоновича Бабалыка, в село Мещанка були заведені основні коммуникації для обеспечення цивилизованного проживання. Часто фермери помогають людям материально, в сложних жизненных ситуациях. Благодарность жителям Мещанки встретили на празднике сім'ю Бабалыков с почетом і уважением. Председатель Першитравневого сельсовета Валерий Стайлаки высказал общее мнение. В Мещанке и Ольшанке проводится праздник. Как его всегда организовывал, то, что сельский совет помогает им художними самодеятельствами, разными развлекательными комплексами, а всю подготовку врача подводил покойный Филипп Никонович Бабалык. А когда уже принято, когда Филипп Никоновича не стало, а его место занял сын Евгений Филиппович, он эти традиции не упускает, этим вопросом он занимается. И дай Бог ему здоровья, сил, удачи, чтобы он дальше мог так работать и помогать этим селам. Жареный молодой картофель и шурпана горячая здесь необычайно ароматны и вкусны. И местный шеф-повар Александр Сиренко, в прошлом водитель, а сейчас пенсионер, готов поделиться секретом, как накормить все село. 12 ножек свинячих и косточки свинячьи. Ну и приправа там картошка, петрушка, перец, лавровый лист, ну все это самое. А на сколько людей хватает? Вот это и казан, но все их хватает. Как всегда с веселым концертом, приехали артисты пешетравневого дома культуры. Это традиционный подарок от сельсовета. Селом утра, великий, здорово! Приехали с подарком и соседи, визирский сельсовет. В этом их поддержали компания ТИС и депутат областного совета Олег Кутатыладзе. Александр Токменинов, председатель визирского сельсовета, считает, что праздник подготовлен на славу. В качестве подарка вам батут, сахарная вата и выступление артиста филармонии Александра Кургускина. Недавно жители пешетравневого сельсовета, куда входит и село Мещанка, приняли решение создать с соседними селами объединенную громаду с центром визирки. Небольшое село Мещанка займет свое достойное место в этом созвездии успешных сел, считает Евгений Бабалык. Близко к городу у нас. Дорога, в принципе, одна основная, она заасфальтирована. Но еще одну, я думаю, что перспектива есть. Идут разговоры, я думаю, что сельский совет сделают эту дорогу. Газ есть, вода есть, интернет есть. То есть, в принципе, все условия для жизни. Я думаю, что в скором... Кстати, сейчас свободных участков уже нет. Все разобрали, кто-то пытается строить, кто-то к перспективе. То есть, я думаю, что будущее хорошее у этого населенного пункта. Обеспеченное и очень живописное село Мещанка особенно хорошо выглядит с высоты птичьего полета. Теперь наслаждаться красотами родного села жители Мещанки смогут и у себя дома. Телекомпания ТИС-ТВ подготовила для них свой подарок – магниты с видом Мещанки с воздуха. И, похоже, наш подарок оказался желанным. Определены результаты детско-юношеской игры «Сокол-джурав», в которой приняли участие 19 команд Лиманского района. Любовь к своей родине должна прививаться с детства. Молодые люди, впитывая уроки патриотизма, будут достойными гражданами своей страны. Поэтому в качестве внеклассной формы обучения в Украине и, в частности, в Лиманском районе Одесской области проводятся занятия по патриотическому и нравственно-этическому воспитанию среди учащихся школ. Одним из элементов этой работы является всеукраинская детско-юношеская военно-патриотическая игра «Сокол-джура». На протяжении трёх дней 19 команд из 18 населённых пунктов Лиманского района жили в лагере, расположенном в Петровском лесу. Однём соревновались в разных дисциплинах. Участники поделились своими эмоциями и впечатлениями. Сегодня мы притягивали линву. Вчера мы приходили смугу-перешкод, вязали вузлы, приходили медицину. Легче мне было прийти смугу-перешкод и гусиный шаг. Это вчера было. А вот сегодня мы притягивали канаты. Ну, так, чуть-чуть тяжело было, но всё равно выиграли. Очень понравились все конкурсы. Просто очень хорошее настроение после них. Даже когда устаём, всё равно есть друзья поблизости, команды другие, с которыми можно хорошо провести время, повеселиться. Мне очень понравилась смуга-перешкод. Смуга-перешкод, там было четыре конкурсы. Первый, нужно было, такие были у нас большие палки, мы должны были пройти. Второй конкурс, мы стримали на пеньки. Третий конкурс был маятник. Мы должны были запринуть на канат и проехать не дальше. И четвертый конкурс – это ползали мы по территории. Ребята рассказали секреты, которые помогают им побеждать. Нужно, чтобы командный дух. Один подбадрил одного и именно в этом позитива команды. Районный этап игры «Сокол Джура» проводился при содействии Лиманской райгосадминистрации и райсовета, а также общественных организаций «Ветераны АТО Лиманщины» и «Черноморское Гайдаматское соединение». Большую помощь и поддержку оказал Курисовский сельсовет. Благодаря такой слаженной организационной работе игра прошла на высоком уровне, отмечает атаман лагеря Александр Галапатилюк. В целом, я хотел бы отзначити ревень подготовки цього заходу, як дуже високий. Всі заходи, які потрібні були, і заходи пожежної безпеки, і громадської безпеки, і влаштування табору, і організація конкурсів, все організовано достатньо добре. Тому сьогодні у нас уже такий завершальний день, вчера був найбільш навантаженый, там були різні цікаві і важливі конкурси, але діти їх пройшли дуже впевнено, і найбільше показання, що у них був усіх був гарний настрій. І це, в принципі, є основною метою гри, фактично не змагання, щоб діти єдналися, щоб у них був гарний настрій, щоб вони збільшували свій патриотичний дух. Кроме того, команде Першотравневого депутат Одесского обласного совета Олег Кутателадзе подарил форму спеціально для игры «Сокол Джура». Ведь поддержка подобних мероприятий в настоящее время «как никогда очень важна», – подчеркивает Олег Джумберович. Я считаю, что вообще прививать людям военно-патриотическое воспитание детям очень хорошо. Во-первых, это, как вы правильно отметили, объединяет детей в команду, а люди начинают уметь работать в команде, военно-патриотические игры для этого прежде всего. Во-вторых, это повышает уровень военно-патриотического воспитания, а сегодня это очень важно для нашей страны, которая воюет. Важной особенностью этого года стал состав судейской команды. В него вошли независимые члены общественных организаций, участники антитеррористической операции и другие эксперты, которые объективно подходили к оцениванию достижений роев. Благодаря этому удалось избежать конфликтных ситуаций, отмечает главный судья районного этапа игры «Сокол Джура», руководитель общественной организации ветераны Атоли Манщины Владимир Калюжный. Кто из роев одержит победу, не было ясно до последнего. Судьи отмечают, что подготовка каждой команды была на высоком уровне, что сделало игру еще более интересной и интригующей. И, наконец, долгожданное оглашение результатов. Согласно решению жюри, победителями игры стали рои гвардейской и черноморской общеобразовательных школ. В селах Сычавка и Визирка Лиманского района главы сельсоветов вместе с депутатом Одесского областного совета Олегом Котатиладзе поздравили юбиляров. Одной из старейших жительниц села Визирка, гвоздь Евдокии Николаевне, исполнилось 90 лет. На ее веку было немало испытаний. В юности она пережила все горести войны, потом были тяжкие послевоенные годы. Но, несмотря на все трудности, она по-прежнему бодра и энергична. Евдокия Николаевна окружена теплом и заботой, а секретом своего долголетия считает трудолюбие, которое она пронесла по жизни. Поздравить имениницу с юбилеем пришли представители ветеранской организации – глава Визирского сельсовета Александр Токменинов и депутат областного совета Олег Кутатиладзе. Позвольте привітати вас юбилеем. Все-таки така у вас дата, така шикарна дата. Знаете, як писав один великий геній, не кожна птиця долетить до середини Дніпра, і не кожна людина доживе до 90 років. А вище, ми надіємося, ми надіємося, що зустрінемо з вами 120-ту річницю. Ми з вами зустрічаємося кожен день. Я рад вас бачити живою, здоровою. Буважаю вам счастья, здоровья від сельської ради. Я вас тоже поздравляю с днем рождения. Я вам желаю дожити, вот тут правильно сказали, до 120 лет. У меня прадед 120 лет жил, і ви дожди столько жити. Будьте здоровы, це вам. Визірка богата долгожителями, поэтому в селе действует программа системной помощи пожилым людям. Ми поздравляємо не тільки жителям, кому 90, 70, 75, 80, 95 і више. То есть у нас программа – 1000, 1200, 1500. Це у нас традиція вже, це вже нескільки років, ми від цього не відходимо. І кожний раз вважаємо ставку премії. В этот день також поздравили с юбилеем і жительницю села Сычавка з Турчак Єлену Йосиповну. Це одна з найстарших мешканців нашого села Сычавки. Їй сьогодні виповнилося 90 років. В таку дату хочеться побажати жінці багато здоров'я, щастя, радості від її дітей, від її онуків, яких вона має дуже багато, від правнуків, яких вона має теж. Хочеться побажати, щоб любов рідних зігрівала ще дуже багато років. І щоб ми вітали її і на 95 років, і на 100 років також приїхали і привітали її. Виці приємно, коли в нашій країні, де, ми говоримо, рівень життя не дуже високий, приємно, коли появляться люди, які можуть жити, справляти 90-100 років. У нас був один чоловік, він, к сожалению, умер, 105-летний, мій був в Курісово, ветеран війни. Тому це дуже важливо. Такого кожного чоловіка треба просто приходити к цим людям, радуватися, що є такі люди, тому що ми вже должны двигатися к тому, щоб обіце наше краще жило, качество життя улучшалося, тоді люди будуть дільше жити. Іменинець проживають по вулиці Победы, часть дорожного покрытия которой капітально отремонтували в 2017-м году. Вулиця Перемоги є однією з наших найпроблемніших вулиць, там багато накопилися проблем за останні роки, там немає асфальтового покрытия, там і освітлення зовнішнього, але запланована у нас вже дорога на цей рік точно у нас була, буде там відремонтоване дорожні покрытия на цій вулиці. Забота містной власні ощутима, і она продолжається. А значить, уровень жизни в селах Лиманського района буде повышаться, і долгожителів стане ще більше. В завершение выпуска о погоді в Лиманському районі на ближайшее время. 7 іюня в Лиманському районі буде ясно. Температура воздуха днём плюс 19, плюс 22. Температура воздуха ночью 16-19 градусів выше нуля. Ветер восточний 4-5 метров в секунду. Наш выпуск завершён. Телевизионная информационная служба Лиманського района желает благополучия і добра. С вами Наталья Привалова и я прощаюсь до следующих встреч на этом канале. Субтитрувальниця Оля Шор Корректор А.Кулакова